Минусы жизни в Испании, с которыми многие экспаты так и не могут свыкнуться. Испания – это прекрасная страна с множеством достоинств, но, как и в любом месте, здесь есть свои недостатки. И сейчас я расскажу вам о тех главных минусах жизни в Испании, с которыми многие экспаты так и не могут свыкнуться, и из-за этого они покидают эту прекрасную и красивую страну. Погнали! Начну с самого очевидного – с климата. Лето в Испании, особенно в июле и августе, приносит невыносимейшую жару. Средняя температура в этих месяцах часто превышает 30 градусов, что приводит к высоким, соответственно, счетам за электричество. Кондиционер работает круглосуточно, поверьте. Для примера я сейчас плачу около 24 центов за киловатт. А теперь умножьте это на круглосуточное потребление электричества кондием. Многие испанцы в летом уезжают с юга на север, где климат попрохладнее. С водой здесь тоже не все так просто. Чем больше ты потребляешь воды, тем выше ставка за кубометр. Учитывайте. Думаете, лето пережили и счета сократились? Ха, как бы не так. Когда наступает зима, в испанских домах, особенно если это старые дома, становится неуютно. Знаете почему? Потому что в испанских домах нет централизованного отопления. А если вам подвезло и вы сняли старый дом, то сквозняки, плесень на стенах, постоянная сырость вам обеспечены, ребят. Средняя температура в январе около 10 градусов. И, соответственно, без отопления жить просто невозможно. Особенно, если мы говорим про январь-февраль. Испанцы в это время года активно используют обогреватели и теплые толстые одеяла. Ну и теплые носки с тампочками. Куда без них, особенно, ребят, если у вас все полы каменные. А в Испании оно так. Многие надеются, что переезд в Испанию укрепит их иммунитет. Да, в большинстве случаев это так. Но учтите, что адаптация организма занимает около 6 месяцев. И за это время можно переболеть всеми местными болезнями. Ну, пока у вас не выработается иммунитет. Здесь, конечно, нет берез и амброзии, вызывающей аллергию. Но сосны, оливковые деревья могут встать еще той проблемой. Вот, например, у меня у друга испанца, он страдает от аллергии к оливковым деревьям. Хотя, с другой стороны, моя супруга, которая мучилась с аллергией 15 лет, вообще избавилась от аллергии напрочь. То есть здесь вообще никакой у нее аллергии нет. По данным Министерства здравоохранения, количество аллергиков за последние 5 лет увеличилось на 20%. Понимаете, да? Медицина в Испании считается одной из лучших в мире. Но получить антибиотик здесь целая эпопея. На самом деле, я за, чтобы антибиотик выдавался строго по рецепту. Потому что это помогает бороться с устойчивыми бактериями и укрепляет общий иммунитет. Но есть еще одна проблема. Это долгие ожидания в поликлиниках. Это вот большой прям минус. Средняя стоимость частной медицинской страховки на семью составляет 150-300 евро. Кстати, от очередей тоже не избавляю. Хотите лайфхак этой испанской медицины? Если у вас есть какой-то ротовирус или просто растворство желудка, ну что-то не то съели. Ну или токсикоз у женщин. Испанская медицина в этом случае рекомендует пить Кока-Колу. Ну или Пепси, кому как больше нравится. Самый прикол, знаете, в чем? В том, что реально помогает. Поиск жилья в Испании в последнее время стал настоящим испытанием. Волна беженцев, переход квартиры из долгосрочной аренды в краткосрок. Плюс новое законодательство в сфере долгосрочной аренды сильно усложняют процессы и делают его более дорогостоящим. Об аренде я уже, кстати, делал более подробное видео. Вы можете найти его на моем канале, где сейчас смотрите данное видео. Скажу одно. Моя знакомая Карла нашла работу в Бенедорме, но не смогла работать, так как банально не смогла найти подходящее жилье. Все, что ей предлагали, съедало примерно 70-90% ее зарплаты. В итоге ей пришлось вернуться домой на север, откуда она и приехала. Ребят, вот кто сталкивался с трудностями при аренде жилья в Испании? Поделитесь своим опытом. Могу вам сказать, наверняка. Работы здесь не так много, как ожидают люди до переезда. Знание испанского не гарантирует трудоустройство. Уровень безработицы, потому что здесь, допустим, в первом квартале 2024 года составил 13%. Среди людей до 35 лет вообще 23,5%. Средняя зарплата около 1500 евро в месяц, что не всегда покрывает потребности. Качество продуктов, ну, иногда, на самом деле, вызывает сомнения. Многие фрукты и овощи подвергаются здесь сильной обработке. И очень много добавок в мясе бывает. Около 30% продуктов в супермаркетах содержат искусные добавки. Фермерские продукты, ну, как и во всем мире, стоят, как правило, в два раза дороже. Что касается мусора, Испания вообще чистая страна. Здесь активно следят за экологией. Но, понимаете, вот, допустим, на тех же окраинах городов, вот смотрите, вот здесь вот такая хуйня, простите, такая вот херня есть, видите. Когда люди просто выбрасывают строительный мусор, не пойми где, не пойми как, чтобы только не платить. Потому что, допустим, один контейнер, чтобы вот такой вот мусор вывести, вот такой вот мусор, чтобы вывести строительный, и один контейнер будет стоить, одна вот такая вот бочка, она будет стоить приблизительно 500 евро. И получается, что народ, чтобы не платить, это в основном бедные ребята или строители такие недобросовестные, они берут и вот так вот выбрасывают, вот видите, что-то творится. Выбрасывают мусор прям на окраине города, на окраине городов. Вот так. Хотя штрафы здесь тоже за это охренеть какие большие. Оформление документов в Испании – это очень-очень-очень долгий процесс. Ситу, ну или запись на прием, в некоторые государственные органы получить крайне сложно. На тему расторопности, вот смотрите, запись у меня была на 11, сейчас уже 3-15. Мою машину только взяли в ремонт, в работу. А куда деваться? Это Испания. Здесь, блядь, не все так быстро, как хотелось бы. К сожалению. Но куда деваться? Приходит смириться. Ребята, кто живет в Испании, какие у вас были самые длительные и сложные процессы с оформлением документов? Поделитесь своими историями. Образование в Испании может быть сложным для экспатов. Почему? Потому что обучение в некоторых регионах ведется сразу на нескольких языках. Допустим, валентийский, каталанский, баский, галейский. Это все создает трудности для детей-экспатов. Например, вот мои дети учатся сразу на трех языках. Это костоянно, то есть привычный испанский. Валенсиано, это язык валентийского сообщества. И английский. Кстати, многие дети мои тоже учатся сразу в двух школах. В испанской и удаленно в российской или украинской. В зависимости, у кого какой паспорт. Благо, сейчас технологии позволяют. Что касаемо испанских университетов, то они занимают средненькие позиции в мировых рейтингах. Так что это стоит тоже учитывать. В сельских районах и небольших городах без машины практически невозможно. В крупных городах, конечно, система общественного транспорта развита хорошо. Но в сельских районах доступность транспорта оставляет желать лучшего. Интеграция в испанскую культуру может быть сложной для тех, кто сюда приезжает. Сиеста, ну это время дневного отдыха, и активная социальная жизнь может быть непривычными для экспатов. А еще испанцы, ребят, любят поздний ужин. Учитывайте это. Хотя Испания сравнительно недорогая страна для жизни, цены в крупных городах или прибрежных городах могут быть высокими. Приведу пример. Пицца в прибрежных или туристических городах стоит в среднем 10-12 евро за пиццу. Тогда как в нетуристических городах эта пицца будет стоить уже 4, максимум 5 евро. Стоимость коммунальных услуг также варьируется в зависимости от регионов. Испания в целом безопасная страна, но в туристических зонах часто встречаются карманные кражи, мелкие преступления. Вот, например, Барселона, Мадрид и Валенсия считаются самыми преступными городами в Испании. Испания имеет развитую социальную систему, но налоги здесь довольно высокие. Налог на доходы физических лиц может достигать 45%. НДС, или ИВА, как ее здесь называют, составляет 21%, что также влияет на стоимость товаров и услуг. Ну и за каждую транзакцию у вас будут требовать отчет подтверждения легальности денежных средств. Если подтверждений нет, то ждите ограничений, счетов и безумные штрафы. Ну, это в Испании повсеместно.